Доброе утро! Мы продолжаем нашу программу. Хотелось бы задать вам вопрос. Насколько хорошо вы знаете предел своих физических возможностей? Многие люди участвуют в различных спортивных соревнованиях. Многие идут даже на собственные рекорды, пробегают огромные дистанции, проезжают на велосипедах, проплывают большие дистанции, конечно, на открытой воде. Все это называется триатлон. И, конечно, одно событие, к которому стремятся многие спортсмены под названием Ironman. Наверное, это пик достижения. О всем этом подробнее мы хотим поговорить с нашим гостем, с Романом Костючеком, который является маркетинг-менеджером сети фитнес-клубов и, помимо этого, еще организатором конференции, которая пройдет 21 ноября в Кишиневе. Конференцию и интервью даст триатлонист Юрий Асташин, известный наш спортсмен, который, кстати, и участвовал в всех этих событиях до сегодняшнего дня. Доброе утро, Роман. С добрым утром. Давайте действительно сегодня много тем у нас для обсуждения. Начнем, пожалуй, с этой первой семинар, который состоится 21 ноября. Это уже суббота. В эту субботу. Да. Чему будет посвящен этот семинар? Давайте начнем с такого общего вопроса, а дальше уже по деталям. Начнем с общего. Да, значит, мы поставили себе цель возрождения, скажем так, триатлона в Молдове. Потому что он у нас вроде был, а вроде его не было, но ничего не слышно. Вот у нас есть сейчас группа очень инициативных людей, и мы хотим это возродить. Значит, для этого мы делаем сейчас вводный первый семинар с Юрием Асташином. Это один из наших самых известных триатлонистов. Он и проходил, и триатлоны, и айронмены проходил. То есть опыт у него очень большой. Для этого хотим собрать группу людей, кому это интересно, кто хочет узнать, что это такое, и кому интересны вообще такое понятие, как узнать предел своих возможностей физических и психологических. Потому что это два вместе, это в тандеме всегда идет. Мы об этом расскажем, покажем, что такое триатлон, какие возможности, что нужно, чтобы начать, как он изменяет жизнь и к чему он в итоге ведет. То есть вы хотите сказать, это будет не только для тех, кто уже в этой теме, а тех, кто, может быть, еще только информационно как-то прикасается? Есть у меня очень много лично знакомых, которые ходят в зал, они занимаются спортом, они бегают, они катаются на велосипедах, но они еще не нашли цель. Для чего конкретно? Да, поддержание хорошей физической формы, да, психологическое, позитивное настроение, но нужна цель. Какая-то такая заоблачная. Потому что если цель реальна, это одно, цель должна быть немножко недостижимой. То есть некая сверхзадача такая. Верно, абсолютно, абсолютно. Как попасть на сам семинар, где он будет проходить, во сколько начало? Семинар, значит, пройдет в эту субботу, 21 ноября, 14.30, фитнес-доза номер 5, это бывшая флакора. Там мы собираем всех заинтересованных, это открытый семинар будет, поэтому мы ждем всех заинтересованных. Кому это интересно, кому может это показаться даже под силу. Вы говорите от какой-то вот такой цели, может быть, в какой-то степени непревзойденной. Вот о чем в данном случае идет именно речь? О каких-то возможностях, о которых человек не подозревает? Абсолютно верно. В нас заложены безграничные возможности, и мы их можем открыть только посредством каких-то целей. Если мы сейчас говорим про спорт, то есть Iron Man является той целью, которую я себе тоже лично поставил. И я вам скажу больше, я на пути к этому уже замечаю очень большие изменения в себе, в психологии, физиологии, во многих факторах. То есть целью является, да, узнать свои возможности, раскрыть их. Я вот хочу, чтобы мы, может быть, немножечко так за скобки вынесли. Мы уже не раз произнесли сегодня программу, да, «Железный человек». О чем идет речь? Последнее время и в СМИ часто появляется Iron Man, хотя существует уже более 35 лет, да, направление, а почему-то популярность приобретает сейчас. Вот что это такое, чтобы расшифровать нашим телезрителям? Iron Man, на самом деле, популярность он уже везде в мире набрал. Он понемножку от цивилизованного мира к нам сюда тоже приходит, солнце и до нас доходит. Значит, что такое Iron Man? Значит, это считается одна из самых сложных спортивных дисциплин. Заключается она, значит, в проплывании в открытой воде. Это 4 километра, 3,9 конкретно, а потом 180 километров вело-заезд и сразу же 42 километра забег. То есть это получается 3 полноценных марафона, плавательный, велосипедный и беговой, скомбинированные вместе. То есть… Из каких-либо пауз, отдыха и тому подобное. Все в один день происходит. Человек может себе их позволить, но он сбивается с ритма. То есть есть транзитные зоны, где он может перевести дух, переодеться. Обычно на транзитках профики в минуту укладываются. Остальные могут 2, 3, 4 минуты себе позволить отдохнуть. Да, человек может на заезде с велосипеда встать, по своим делам сходить. Но все, у него ритм сбивается, и дальше ему сложно обратно вклиниваться. То есть, чтобы вы понимали, это в среднем, так возьмем, 10-12 часов нон-стопом работы на запредельных возможностях. Удивительно. Ну, давайте поговорим немножко о физическом состоянии человека, который подходит к этому событию. Как я понимаю, среди вот этих людей новичков нет, и любителей тоже. Это в основном либо бывшие спортсмены, либо люди, которые очень долгое время тренировались. Как таковое соревнование, оно и делится на профиков и любителей. То есть я лично знаю людей, которые с уровня, ну скажем, такой, ну даже не средней подготовки, менее средней подготовки, они себя готовили, они выступали как любители на половинке. Потом один из них даже и целый себе позволил, айронмен. У них это получилось. А дальше человек понемножку, понемножку поднимает себе планку. Что касается половинки, как вы говорите, вот я знаю, что сейчас у нас целая делегация готовится из Молдовы, которая должна представить нашу страну в Венгрии, да? Что это будет за событие там? Верно, верно. Значит, как я раньше и сказал, с чего мы начали, мы возрождаем у нас сейчас триатлон на уровне федерации. И с этой целью мы себе, значит, сейчас, то есть цель такую поставили. Собираем сейчас людей на семинаре, чтобы собрать группу людей, подготовить их к айронмену и выступить большой делегацией. То есть я уже лично связывался с организаторами Будапештского айронмена. Они нам идут даже навстречу, они нам помогут в организации, они нас встретят, у нас будет наша отдельная вообще там палатка питательная, двухдневная. Во многом они очень рады, что Молдова такой делегацией едет. То есть мы насчитали... Это впервые такая большая делегация. Да, да. Обычно у нас на самом деле всего лишь несколько людей, которые проходили айронмены в Молдове. Это была такая личная инициатива, да, самостоятельная, то есть не командная, ну, с ним не несколько человек ездили. У нас четыре человека сейчас активных, которые этим конкретно занимаются. Двое из них, это тот же Юрий Асташин, который один из тренеров главных. Я имею в виду ранее. Ранее только самостоятельно, да? Да, конечно. То есть кто-то находил, он сам занимался, находил тренера, выступал. Теперь мы хотим это... Мы о Дмитрии Волошине наверняка говорим. Верно. Он должен был быть сегодня с нами, но он заболел, к сожалению. Я сегодня за всех. Ну, хорошо. Мы Дмитрию желаем выздоровления скорейшего. Мы прерываемся на короткую паузу, после которой вернемся и поговорим дальше об этом удивительном состязании Айрона. Друзья, для всех сильным и активным духом хотим напомнить, что 21 ноября в Кишине придется семинар нашего известного триатлониста Юрия Асташина, который расскажет о том, как подготовить себя к триатлону и к главному событию в жизни любого спортсмена Айронмену. У нас сегодня в гостях маркетинг-менеджер сети фитнес-клубов Роман Косючек, который как раз рассказывает об этом семинаре. Еще раз доброе утро. Роман, почему Юрий, почему он является ключевой персоной данного семинара? Может много рассказать о этой персоне для тех, кто не знает. У меня очень часто и очень интересно складываются в жизни обстоятельства. Я очень долго следил за этим спортсменом, за его выступлениями, которые за последние несколько лет очень достойно представляют нашу... Он обычный человек, который не имел до этого спортивной карьеры. Он в прошлом очень хороший атлет, то есть он легкоатлет, он профессионал. У него очень большой багаж знаний, как спортсмена, так и тренера. Поэтому он через какое-то время перешел грань. У меня лично... Почему? Как мы с ним вообще познакомились? Оказалось, что как у него, так и у меня в жизни настал какой-то переломный момент, который нужно было перейти. Сильный человек, волевой человек, он, естественно, переходит, и он от судьбы получает очень большой потенциал и заряд энергии, который он реализовывает. То же самое у меня получилось. И мы ехали вместе сейчас недавно на Бухарестский марафон. И мы так разговаривали, что вот слово за словом, мы всю дорогу назад с Бухареста в Кишинев ехали, но с топом мы общались. Пришла такая идея. Естественно, мы долго не думали, срезонировали у нас идеи и характеры. И мы решили это реализовать. То есть человек, за которым я следил долгое время, оказалось, что мы вместе сейчас, можно сказать, в одной упряжке будем двигать. А мы будем следить за вашим успехом. Роман, я ведь правильно понимаю, это все исключительно на каком-то энтузиазме, на внутреннем желании это преодолеть. Речь ведь не идет о каких-то призах, о каких-то там... То есть это просто преодоление себя. Абсолютно. Это самый главный приз. Слушайте, ну это так по-хорошему сумасшедшее состояние. Это сумасшедшие люди. То есть если мы обратим внимание и каждого айронмена возьмем в частности и проследим его историю, это либо успешные бизнесмены, либо это очень известные деятели, которые, во-первых, психологически могут себе позволить справиться с любыми сложностями, которые финансово могут себе позволить, потому что это развлечение не из дешевых. Тандем заключается в том, что человек, как только он себе ставит эту цель, он понимает, что вместе с этой целью у него и по жизни цели растут. И в бизнесе, и в личной жизни. То есть цель, достижимая с айронменом, это такая же цель и в бизнесе. Человек себе ставит лимит достижения определенной прибыли, и он ее достигает. И он себе может позволить еще больше таких соревнований, чтобы еще лучше себя подготовить. А это просто уже там безбашенность полнейшая. Вот что касается финансовой составляющей, насколько я понимаю, просто обычных беговых кроссовок здесь недостаточно. Абсолютно. Здесь нужна полная подготовка. И в чем она заключается? Полная подготовка. Значит, так как это три вида спорта, естественно, мы начинаем с плавания. Это гидрокостюм, который в среднем 100-200 евро обходится. Дальше это велосипед. Велосипеды бывают тренировочными и соревновательными. То есть если это тренировочный велосипед, он может быть немножко попроще. Если это соревновательный, разделочный, то такие велосипеды могут до нескольких тысяч евро доходить. Получается, каждый спортсмен сам приобретает себе тех. Конечно же. По мере возможностей. Когда человек понимает, что он хочет больших результатов, он делает больше усилий, он зарабатывает больше денег, и он себе позволяет его. Дальше, естественно, бег – это правильные кроссовки, адаптированные под физиологические его параметры. Это, естественно, какая-то форма, внешний вид. Ну и вообще, там дальше очки, кепка, очки для плавания. Самое основное, естественно, это велосипед, это плавательный гидрокостюм, кроссовки. Ну и, естественно, часы, благодаря которым всегда идут определенные замеры по пульсу, по времени, по скорости. Это обязательно. Как и в финансовой сфере. Мы, наверное, сейчас еще поговорим о тренировках, потому что я понимаю, что к этому нужно как-то очень серьезно готовиться. Но вот до этого такой момент. А в других странах государство поддерживает вот эти команды, которые отправляются на соревнования? Или это тоже такая просто личная инициатива? Что у нас, я так понимаю, что государство, наверное, даже не знает об этом соревновании. Ну, в общем, то есть... Ну, у нас государство на днях, наше министерство узнало, что у нас, оказывается, есть такие вообще люди. И оказывается, что у нас... Ну, так это уже шаг вперед. Вот уже хорошо. Да, мы уже были, мы уже начали это. А в других странах это государственная идет поддержка? Или тоже на личных инициативах? Больше всего, конечно же, это все личное. Потому что здесь такие суммы, которые, ну, государству немножко сложно. Да, это может быть от федерации, то есть федерация триатлона может пойти там на... Сделать шаг вперед, оплатить лицензию триатлониста. Потому что для того, чтобы выступать, нужно лицензию приобрести. Дальше. То есть там есть определенные моменты, которые уже лично оговариваются. Да, наверное, один из главных моментов, которые хотелось бы обсудить, это здоровье спортсмена. Потому что многие сейчас люди, которые сидят перед экранами, когда слышат такие дистанции, да, 4 километра проплыть, больше 100 километров проехать и еще 42 километра пробежать, не каждый человек на это вообще способен. И все это не за год. Да, и все это не за год, да. Роман, к чему надо быть готовым? Сколько времени в среднем человек готовится к этому событию? Я понимаю, многие люди готовятся к этому всю жизнь. Есть люди, которые готовятся всю жизнь, а есть безбашенные люди. Которые могут за год целый аэроман пройти. Ну и заканчивается эта безбашенность потом проблемы. Конечно же, конечно. Везде должна быть мера. Везде должна быть определенная доза нагрузок. Все дозировано должно быть. Абсолютно. Потому что лошадь-то можно загрузить ее по воску, но сколько она протянет. А здесь поэтому нужно распределять свои силы правильно. Этот спорт всему учит. Правильное распределение сил, правильное целеполагание, мотивация. Мотивация – это вообще отдельная тема для разговора. Потому что на какой мотивации бежит спортсмен, я из личного опыта могу разве что поделиться пока что марафоном. Когда в один момент вдруг у тебя все силы заканчиваются. А это всего лишь 42 километра, это всего лишь треть этапа аэромена. И что тогда работает? Какая мотивация срабатывает? Тогда фантастика происходит. Что срабатывает? Конкретно в моем случае, вот этот переломный момент в моей жизни, который заставил меня обратно вернуться в спорт, потому что я в прошлом профессиональный пловец, какое-то время мне уже спорта было чересчур много, я оставил. Мне пришлось вернуться. И вот как раз правильное целеполагание, это очень важно, правильное целеполагание и правильная мотивация. Чудо. Я не знаю, я не могу это объяснить. Это нужно прочувствовать. Нельзя объяснить, что чувствует спортсмен, когда у него все силы заканчиваются, но он вот на холостых бежит, или плывет, или едет. Это близкие. Это и есть главная медаль заслуга, что он достигает этого. Горят глаза просто. Роман, я думала, я думала, мы будем очень много говорить о физической подготовке, сколько тренировок в неделю, а мы говорили больше о какой-то психологической составляющей. Я могу очередной пример дать. Есть знакомый у меня один, он президент сети украинских банков, он также три атлет. Я очень надеюсь, мы его сюда тоже привезем, познакомим его с нашей публикой. Ему как-то задали вопрос. Скажите, пожалуйста, самые ваши две вещи, самые экстремальные, самые два больших кайфа, которые вы от жизни получили. Кто-то там из зала, может, вы когда-то на байке ездили, это скорость, и может, с парашютом. Говорит, ребята, фигня, это все. Как, 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 как может быть что-то круче парашюта? Говорит, первое, это первые 400 метров заплыва, когда начинается Iron Man, когда все, как мальки, все вот это вот сотни людей друг на друга, локтями, фингалы себе срывают, то есть ты должен выжить и прорваться вперед, то есть адреналин нереальный. Вторая эмоция, он говорит, последние 200 метров бега, завершение. То есть ничто не сравнится, когда ты все, ты видишь финал, ты понял, что я это сделал, я точно уже не упаду, если упаду, то доползу, бывали такие случаи. Ну, друзья, если вы хотите также испытать эти эмоции, неповторимые, удивительные эмоции, то приглашаем вас 21 ноября посетить конференцию Юрия Асташина. Роман, спасибо огромное, что вы были сегодня в этом утро вместе с нами. Это очень важно. Вместе от наших партнеров компании Якос мы хотим вам приобрести подарочек, эту баночку кофе, пейте кофе по утра, смотрите нашу программу, ну и, конечно, занимайтесь спортом и успехов вам, конечно. Да, занимайтесь спортом почаще. Это пожелание было всем телезрителям, между прочим. Мы движемся далее. Программа «Утро на СС» продолжается.